Соответственно, по-прежнему сейчас пока что право на съемку есть в BG Freaks. Вот, как бы они снимают. Мы начнем с базы Кимура. Как работает Кимура? Все примерно знают, как работает Кимура. Но многие не знают точных деталей, которые в основном отличают ситуацию, когда вы с трудом и со скрипом выигрываете болевой, еле-еле заставляя противника сдаться, от ситуации, когда вы очень легко заставляете его сдаться. И вот эти детали дико важны. Итак, первое. Кимура не делается из прямого сайта контроля. Кимура это всегда развернутые плечи. Когда мы начинаем выигрывать Кимуру, плечи развернуты в сторону ног, когда мы ее доделываем в сторону его корпуса. В Кимуре принципиально две линии. Первая линия это линия его плеч. Когда вы делаете Кимуру, его локоть обязательно должен быть совмещен с линией плеч. Посмотрите. Когда вы делаете Кимуру, вот эта линия должна быть прямой. На ней не должно быть излома. Не должно возникать ситуации, когда эта линия идет ломаной. Вот таким образом. Видите? Сейчас есть угол. Здесь Кимуру доделать значительно труднее, чем в ситуации, когда его линия выставлена с локта. Это первое правило. Ребят, здесь не трудно. Второе правило. Линия распределения усилий. Когда вы лежите в Кимуре, вы должны занимать не перпендикуляр, а диагональ. От его дальнего плеча до его таза. Вы работаете на этой линии. Хорошо. Это первое. Сейчас я покажу, как это работает. Второе. Захват в Кимуре. Вы должны работать так, чтобы первое. Точка приложения усилия была одной единственной. Очень большая ошибка в Кимуре в фиксации захвата. Это создавать пространство между руками и ставить руки на две разные точки. Посмотрите. Сейчас одна рука на запястье, вторая черти где. Этого не должно быть. В Кимуре полный. Всегда мой локоть под его локтем. Мой локоть фиксирует локоть. Рука плотно к его руке, так чтобы между руками не было просвета. Пальцы. Именно на средние два пальца вы фиксируетесь. На средних двух пальцах. Забирают его кисть. Именно кисть. Не ниже, потому что это уменьшает рычаг. Не выше, потому что это создает дополнительный сустав. Дополнительную точку сгиба и вращения. Которая мешает вам делать. Именно на средней линии. Второй рукой вы дотягиваетесь до костяшек. Видно? И ставите руку на костяшки. Это первое. Второе. Вы выводите руку так, чтобы она была в линию с его плечами. Чем больше эта рука выведена на линию, тем легче доделать кимуру. Чем она дальше от линии, тем больше он включает трицепс и широчайшие мышцы спины, тем тяжелее доделывать кимуру. Окей? Третье. Ваши руки не должны делать кимуру. Кимуру должны делать ваши ноги и спина. Руки это такой трансмиттер, который передает энергию ног и спины в его плечо. Понимаете? То есть, если вы пытаетесь отключить тело, ваши ноги просто лежат, и вы пытаетесь скрутить кимуру, вы не правы. Вы должны работать ногами. Окей. Каким образом мы будем делать кимуру? Следующее правило, также важно, как правило, этой линии и линии корпуса. Его кулак в кимуре всегда за его спиной. Как только основная задача в кимуре – выиграть положение кулака за спиной. Пока его кулак не выведен за спину, кимуру его не сделает. Соответственно, первая задача – всегда вывести его кулак за спину. Помимо линий плеч и помимо диагонали, его кулак должен оказаться за спиной. Это создает максимальное усилие на кимуре. Так вот, чтобы его кулак оказался за спиной, я должен сменить положение на развернутый к нему сайт-контроль. И чтобы это сделать, я концентрирую усилие в локте. Сейчас, за счет мышц спины, я буду вытягивать его локоть вверх. Зачем мне это нужно? Чтобы он развернулся. Кстати, важный момент. Оба локтя сейчас вынесены за его корпус. Посмотрите. Вот это – просто фиксация. Когда вы делаете кимуру, локоть не должен лежать на нем. Выведите локоть. Разверните корпус в его сторону и поднимите его локоть. Посмотрите. Я поднимаю его локоть, поднимается вся его спина. Да? Видно? Следующий шаг. Добавьте давление с ног. Я стою на пальцах. Я стою на ногах. Не надо лежать на тазе. Если вы лежите на боку, вы не включаете ноги. Добавьте давление с пальцами. Вы стоите на ногах. Ваш шаг лежит на нем, но вы немного приподняли. Окей. Следующий базовый шаг. Посмотрите сейчас на его руку. Она почти выпрямлена. Я хочу, чтобы его рука была в линии своего плеча не более сомнена. Сейчас она почти выпрямлена. И если он напряжет ее, напряги. Мне будет очень сложно доделать кимуру. Это трудное движение. Оно потребует больших физических усилий. Мне нужно сделать так, чтобы его рука была в линию с плечами. И чтобы она пошла за спину. Как я это сделаю? Я добавлю толкающее движение вперед. И небольшое скручивающее кистями. Для того, чтобы отключить его трицепс. Держи руку. Сейчас мне сложно ее садить. Смотрим. Раз. Видно? Я чуть вывернул свою кисть. Два. Видите? Она сразу начинает сгибаться. Он уже чувствует дискомфорт от этого. Три. Я согнул его руку. Четыре. Я перешагнул голову. И то, что я обязательно делаю, сжимаю на нем колени. Видно? Я вывел ее за спину. И вот теперь основное. Механика болевого. Как я доделываю кимуру? Ну что, потерпи. Посмотри. Кимура – это ротационный болевой. Болевых вообще всего два виля. Это разгибающий рычаг. И это ротация. И вот здесь ротация плеча заканчивается. Дальше вы разрываете вот эти связки. Если вы хотите делать кимуру эффективно, вы должны создать максимальное усилие именно на плечо. Усилие максимальное создается за счет той руки, которая тянет. Ваши руки работают разнонаправленно. Одна рука толкает, вторая рука вытягивает. И она вытягивает за счет широчайших мышц спины. Я подсоединил кимуру к корпусу, локоть к локтю. И сейчас я не пытаюсь толкать. Я тяну. Сконцентрируйтесь именно на том, что работает сейчас. Ваша верхняя рука, в данном случае моя левая рука. Видите? Чувствуете, что здесь довольно большое усилие на кимуре. И посмотрите, что я могу добавить амплитуду таким образом, что его рука окажется выкручена почти на 360 градусов. Вот здесь. Посмотрите, на какой я линии лежу. Я говорил о ней в самом начале. Линии усилия. От его плеча до его таза. Если я смещусь с этой линией, и попробую сделать кимуру не на ней, а перпендикулярно, это будет уже далеко не таким удобным. Мне нужно создать небольшую дистанцию между его головой и моей. Как работает голова? Поднимите ее вверх. Так вам будет легче вытащить кимуру за его спину. Видите? Голова близко к его локтю. Мне сложно сгибать руку. Голова высоко. Его рука сгибается почти сама. Видно? Давление, которое он испытывает при такой кимуре, очень большое. И что важно, оно идет не на локоть, оно идет четко на его плечо. Хорошо. Давайте кратко повторим базис кимура и проследим за ним во время выполнения. Первая линия плеч. Всегда его рука лежит на линии плеча. Вот эта линия должна быть прямой. Если она не прямая, кимура слабая. Вы лежите на диагонали. Ваш таз закрывает его плечо. Ваше плечо лежит в районе его таза. Окей? Сейчас пока без выхода и без разрыва захватов. Сегодня мы посмотрим, как эффективно брать кимуру, как разрывать захват, когда он держится тут, как выходить за спину. Все это будет, но сейчас строго по заданию, разумеется. Кисть на костяшках, локоть под локтем. Между руками нет просвета. Вывели, развернулись. С этим мы, кстати, будем тоже разбираться. Но ваш таз должен быть перед его плечом. То есть он его блокирует. Окей. Отсюда голова, колени, фиксируем его, выводим руку на прямую линию. Видите, здесь линия плеч вместе с рукой. Здесь нет. Выводим ее за счет тянущей руки, за счет верхнего локтя. Вот видите, я вывел ее. Голова высоко. Так все эти манипуляции делать легче. На ноги опора есть. Окей. Далее, чтобы согнуть его руку, выпрямее. Подкрутили, именно подкрутили, как газ, да? Подсжали. И отсюда вот здесь мы производим ротацию за его спину. И он очень быстро сдается. А у меня остается еще огромный кусок амплитуды, чтобы вырвать ее с корнем из плеча. Давайте попробуем. Раз, два, поглядим. Раз, два, поглядим.